В благодарность за заслуги перед Отечеством участникам боевых действий, ветеранам и инвалидам войны, а также членам их семей, ежегодно предоставляются льготы по санаторно-курортному лечению. Кроме названных категорий граждан, путевки на лечение и оздоровление предоставляются и иным лицам, таким как инвалиды, дети с инвалидностью, жертвы радиации. Общая информация о санаторно-курортном лечении. Основным документом, владельцу которого предоставляется право на получение лечения и восстановительных оздоровительных процедур в санаторно-курортных учреждениях и домах отдыха, является оздоровительная путевка. Под санаторно-курортным лечением подразумевается проведение лечебных процедур для оздоровления людей, которые перенесли серьезное заболевание. Обычно главным фактором является благоприятная природно-климатическая обстановка. Санатории могут быть различных профилей, некоторые из учреждений находятся под ведением детских санаториев, туберкулезных санаториев и прочих органов здравоохранения. Лечение в санаторно-курортных учреждениях доступно не всем желающим медицинские услуги такого профиля предлагаются исключительно тем гражданам, которые нуждаются в подобного рода оздоровлении. Обязательно наличие заключения от врача лечебного учреждения, которое также устанавливает медицинские показатели для проведения оздоровления. Читайте также статью «Льготы по медицинскому обслуживанию». Кто имеет преимущественное право на льготы по санаторно-курортному лечению? Неважно, бесплатное ли предоставляется санаторно-курортное лечение, или льготное в любом случае оздоровление в таком учреждении считается дефицитным. Поскольку даже среди тех, кто имеет медицинские показания, много желающих на пребывание в санаторно-курортном учреждении, федеральными законами и нормативными актами региона определены категории граждан, у которых имеется преимущество. При получении лечения – инвалиды войны. Участники ВОВ, ветераны боевых действий. Граждане, пострадавшие от радиационного излучения при аварии на ЧАЭС и других объектах, а также ликвидаторы последствий аварии. Дети с инвалидностью. Инвалиды 1-й, 2-й, 3-й группы. Инвалиды детства. Военнослужащие, которые награждены орденом или медалью СССР за службу с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, служили в частях военно-учебных заведениях, учреждениях, которые не входили в состав действующей армии в тот же период времени, минимальный. Срок службы – полгода. Обладатели знака «Житель блокадного Ленинграда». Труженики объектов противовоздушной обороны, включая местную, строительство оборонительных объектов в рамках тыла действующих фронтов, на прифронтовых участках автомобильных и ЖД дорог, операционных зон действующих фронтов. Члены экипажа транспортного флота, задержанного в водах иностранных государств в период ВОВ. Члены семей, погибших или умерших инвалидов войны, участников ВОВ, ветеранов боев, участников личного состава групп самозащиты объектовых аварийных команд местной противовоздушной обороны, работников больниц блокадного Ленинграда, работников госпиталей блокадного Ленинграда. Читайте также статью «Какие льготы положены родителям ребенка-инвалида?» Какие документы нужны для получения льготы по санаторно-курортному лечению? Чтобы получить путевку на санаторно-курортное лечение, необходимо подготовить следующий комплект документов. Документ, где получить заявление о предоставлении путевки в санаторно-курортное учреждение, бланк и образец будут предоставлены. По месту подачи документов паспорт РФ заявителя ГУВМ МВД справка по форме номер 070 у 04 медицинского направления, у участкового врача-терапевта справки о сдаче анализов для заявителей сопровождающего лица поликлиника свидетельства. О заключении брака, если сопровождает супруг, органы ЗАГС свидетельства о рождении ребенка, если лечиться едет ребенок, органы ЗАГС заключения медико-социальной экспертизы, если в санаторий едет ребенок-инвалид, бюро им как получить. Льготы по санаторно-курортному лечению. Чтобы оформить путевку в санаторно-курортное учреждение, необходимо посетить региональное отделение Фонда социального страхования. После подачи документа специалисты ФСС рассматривают бумаги и утверждают выдачу путевки, либо отказывают, направляя заявителю письмо с указанием причин такого решения. Когда путевка будет на руках, нужно проверить наличие печати и отметки о том, что она оплачена. Если получатель документа попытается продать его, льгота подлежит отмене. Сотрудники ФСС обязаны сообщить о своем решении не позднее 18 дней с момента подачи заявления. Если заявителем является инвалид, в том числе. Ребенок, имеющий повреждение головного или спинного мозга, бумаги рассматриваются на протяжении 21 дня. Когда одобрение будет получено, гражданин не позднее, чем за два месяца до учения, получает санаторно-курортную карту, документ для внутреннего пользования в учреждении. Когда он будет получен, нужно оформить учетную форму номер 072-У и обратиться за талоном на проезд к учреждению. Человек поедет электропоездом. Законодательные акты по теме. Федеральный закон от 17 июля 1999 года номер 178 ФЗ о предоставлении льгот по санаторно-курортному лечению типичные ошибки. Ошибка. Мать ребенка-инвалида оплатила путевку в санаторно-курортное учреждение, чтобы сопровождать его. Комментарий. Сопровождающий ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет имеет право на бесплатную путевку или со скидкой 25% минус 50%. Ошибка. Водал письменный отказ от социального пакета услуг, чтобы увеличить размер пенсии, после чего требовал бесплатный проезд до санаторно-курортного учреждения. Комментарий. Проезд до места санаторно-курортного лечения будет бесплатным только для тех, кто не исключил данный пункт из социального пакета услуг. Ответы на распространенные вопросы про льготы по санаторно-курортному лечению. Вопрос номер один. В каких учреждениях военный пенсионер мог бы пройти лечение и оздоровление? Ответ. Помимо санаторно-курортных учреждений, предоставляющих военным пенсионерам путевки, представители данной категории граждан вправе лечиться. На специализированных туристических базах и курортах для военных лиц. Вопрос номер два. Каким по продолжительности может быть пребывание на лечении и оздоровлении в санаторно-курортном учреждении? Ответ. Длительность курса лечения может составлять от 18 до 42 дней, все зависит от группы инвалидности, тяжести, заболевания, диагноза. Видеосоветы. Кому положено санаторно-курортное лечение? В видео раскрывается информация о том, кто имеет право на отдых за счет государства. Спонсор этого видео – Центр юридической помощи «Бастион», бесплатные юридические консультации круглосуточно. Телефон центра 8 800 555 67 55, добавочный номер 769. Адрес сайта указан в описании под видео. Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на канал. Поделитесь в соцсетях. Всем пока!